ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первым делом – экология. Проект рекультивации пиктуринской свалки вошел в федеральную программу финансирования. Хочу в школу. В Управлении образования Чебокса рассказали, как будет вестись запись в первые классы. Отражение души. В Чувашском художественном музее открылась выставка Евгении Вдовичевой. В год экологии регионы ставят перед собой разные задачи. Для Чувашии важно сохранить благоприятную обстановку и определить перспективы дальнейшей работы. Об этом мы говорили на встрече министра природных ресурсов и экологии России Сергей Донской и глава Чувашии Михаил Игнатьев. В первую очередь реформа системы управления отходами. Сейчас в регионе разрабатывается эффективный алгоритм переработки и утилизации ТБО. На Чебоксарске построено работает самый современный мусорный полигон страны. Ввод его в эксплуатацию позволил приступить к ликвидации одной из горячих экологических точек рекультивации пехтулинской свалки. Рекультивации пехтулинской свалки вошел в федеральную программу. В федеральном законе о бюджете на 2017, 2018, 2019 годы на 2017 год на рекультивации этой свалки предусмотрено 114 миллионов рублей. В 2018 году 265 миллионов рублей. Мы в этом году должны определить регионального оператора и выйти с так называемым уже конечным циклом сбора и утилизации, захоронения твердых бытовых отходов. Я думаю, у нас в этом году получится. Кроме того, в Чувашии реализуются и другие проекты, которые обеспечивают экологическую безопасность. Завершение проекта реконструкции биологических очистных сооружений в Научбоксарске позволит в 100 раз снизить массу сточных осадков в Волгу, поступающих в том числе и с мусорного полигона. Фактически будет образован замкнутый цикл обработки осадков, которые будут использоваться в производстве строительных материалов. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. В Москве Михаил Игнатьев встретился и с уполномоченным по правам ребенка при президенте России Анной Кузнецовой. Обсуждали вопросы поддержки материнства и детства. Какие региональные практики Анна Кузнецова предложила тиражировать, расскажет Дмитрий Ковалев. Глава Республики представил уполномоченному по правам ребенка ключевые показатели работы в этой социальной сфере. На графике отчетливо видно, насколько в регионе снизилась младенческая смертность. Удается этих процессах глобализации все это сохранять. Это социальная поддержка, как бы сказать, по всем направлениям. Год выделяем 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Самая показательная цифра вот эти, о том, что вы говорите о том, что растет число женщин, которые принимают решение, рождаясь ребенка, оказывается, первоначально такого не совсем. Имея свое конституционное право. Да, имея право, все равно решает вопрос в пользу жизни. Анна Кузнецова отметила еще один позитивный итог. Увеличение количества многодетных семей в их числе и приемных. Сейчас растено достаточно успешно решается. Все меньше детей остается в детских домах. Порядка 60 тысяч всего осталось у банки сирот. И видно, что у вас динамика... Ежегодно, да. Мы снижали и снижаем. 95,8. В семьях остались. Да, а там уже осталось, в принципе, те, которые уже, ну, в психологическом плане и так далее, в семьях не могут уживаться. Среди регионов ПФО Чувашия занимает первое место и по другому показателю. В республике на порядок снизилось количество разводов. Безусловно, это очень важно сегодня. Процессы глобализации. В России девятое место. Михаил Игнатьев и Анна Кузнецова также обсудили проблему, возникшую совсем недавно. Негативный общественный резонанс вызвало исключение республики из программы. Сфинансирование выплаты на третьего ребенка и последующих детей в связи с достижением региона высокого коэффициента рождаемости. Пора снижать суммарный коэффициент. Понятно, что проблема была в 2019 году и при этого. Тогда цифры, параметры по всем регионам России были другие. И сам суммарный коэффициент в целом по Российской Федерации он тогда, может быть, таким и должен быть. Но ситуация улучшилась. Садики построили, школы строим. Для нас эта цена вопроса с федеральным бюджетом 300 миллионов рублей, с оригинальным бюджетом 300 миллионов рублей, практически 600 миллионов рублей. Мы это оригинальная часть выплате. Посмотрим, как это будет в общей структуре, системы социальных выплат. Тем более, понимая, что это внимание президента к вопросам семьи и семейных ценностей, поддержки традиционных семейных ценностей, он и в послании федерального собрания озвучен. Естественно, что все действия в этом направлении могут только приветствоваться. Анна Кузнецова оценила высоко инициативу Михаила Игнатьева объявить 2017 годом матери и отца. Как говорится, главнее всего погода в доме. Спасибо. Поэтому это очень логично в контексте этих заявлений. Спасибо за то, что те вопросы, которые приоритетны, сегодня мы их, во-первых, смогли обсудить. Видно, что работа ведется достаточно серьезной. Очень важны те инициативы регионов, которые есть положительные, которые можно поделиться опытом и с другими регионами. Их брать, аккумулировать и работать уже над тиражированием. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Из Москвы. Сани принято готовить летом, а детей определять первые классы зимой. До начала приема заявлений в Чебактарские школы осталось меньше двух недель. Новшество этого года. Подать заявление можно будет через интернет. С подробностями Ольга Пырчкина. Каждый последующий год в первые классы детей идет больше, чем в предыдущей. Эта тенденция сохранится и в 2017. Предположительно, первый раз за парты сядут порядка 7 тысяч человек. В прошлом году 6600. Первые классы дополнительно откроют в двух учебных заведениях. Будут открыты первые классы в новой школе в микроороне по улице Гладкова, которая вводится в строй и с 1 сентября заработает. И открываются первые классы в втором корпусе лицея номер 4. Это бывший лицей интерната имени Лебедева. Соответственно, в школе Погладкова планируется открыть 6 первых классов и принять туда всех желающих из данного микроорона. То есть, там вопрос этот будет полностью закрыт. И в втором корпусе лицея номер 4 планируется открыть 4 первых класса на 120 ученических мест. Впервые подать заявление можно будет в электронной форме через портал образовательных услуг. Ссылка на него есть на сайте Управления образования администрации Чебоксар и сайтах школ. Чтобы распределить нагрузку на сервер, принимать заявление будут по графику. В школу номер 59 и начальную школу номер 1 из-за большого количества желающих подать заявление можно будет 29 января с 9.00. В школу Ленинского района с 9 утра 30 января. В школу Калининского района с 9.00. 31 января. И в школу Московского района с 9.00. 1 февраля. С 9 утра 2 февраля прием будет вестись уже во всей общеобразовательной организации города. Я хотел бы предостеречь, попросить родителей не создавать искусственную нагрузку на сервер. Дело в том, что подать заявление можно на одного ребенка в одну школу. И пытаться сделать это, допустим, с четырех компьютеров одновременно не имеет большого смысла. Прийти в школу лично родителям все равно придется, чтобы предоставить подлинники документов. Сделать это можно будет в любое время в течение семи рабочих дней после подачи заявления через интернет. Подать заявление можно и традиционным способом в школе. И в том, и в другом случае срок до 30 июня. А уже с 1 июля по 5 сентября принимать на свободные места школы будут без учета территориального закрепления. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев, Республика. Администрация Чебоксар предлагает жителям города самим определить, какие участки городских дорог необходимо отремонтировать в первую очередь. В Чебоксарах завершается формирование перечни программы комплексного развития транспортной инфраструктуры. Он рассчитан до 2018 года и на период до 2025. Чебоксарам предстоит освоить на ремонт дорог более 700 миллионов рублей, что превышает показатель прошлого года в 3,5 раза. Приоритет будет отдан участкам с наиболее интенсивным движением транспорта и не отвечающим требованиям безопасности дорожного движения. До конца текущей недели необходимо утвердить адресный список с учетом мнения горожан. И чтобы в мае начать работы, уже в феврале должны быть запущены конкурсные процедуры. До 20 января чебоксарцев ждут предложения по проблемным участкам на адрес, который вы видите на экране. В прошлом году уже прошло обсуждение, после чего в список вошли 136 дорожных участков общей протяженностью 130 километров. Почти три века на страже закона. В январе 1722 года указом Петра I установлены должности генерал-прокурора и обер-прокурора. С этого дня и ведет свою летопись прокуратура России. Охранять законность и правопорядок – главная и наиболее ответственная задача органов прокуратуры. Укрепление государственности, защиту прав и свобод каждого гражданина, строгость и беспристрастность. Вот базовые принципы, которые исповедует российская прокуратура. Доверие населения, жителей Чувашской республики к органам прокуратуры, к органам правоохранительной деятельности с каждым годом улучается. Вот это самый важный, главный показатель, о чем говорил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это во-первых. Во-вторых, вот это доверие сохраняет стабильную общественно-политическую ситуацию на территории Чувашской республики. Только по итогам прошлого года на территории Чувашской республики почти на 12% снизилось количество правонарушений. Стало меньше тяжких преступлений, краж, грабежей, разбоев и вымогательств. Все это заслуги людей в синих мундирах. Наша республика вроде бы и отличается спокойствием в этом плане. У нас не было террористических актов в том понимании, как они проходят в настоящее время за границей. Но для этого делается очень много со стороны как органов власти, так и со стороны органов прокуратуры. За верность закону, за безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации, за заслуги перед отечеством. Такими знаками отличия наградили работников прокуратуры нашей республики. Медаль Руденко и ветеран прокуратуры также нашли своих героев. Юлия Важенина, Анастасия Алангина, Игорь Зверев, Республика. Сегодня же в республике подвели первые итоги работы Чувашского отдела национальной гвардии. В расширенном составе сотрудники службы собрались впервые. Задачи перед личным составом приехал поставить и заместитель командующего войск Росгвардии в Приволжском федеральном округе. Подробности в следующем материале. Первый этап формирования войск национальной гвардии завершен. Сейчас в республике действует отдел, в состав которого вошли два подразделения МВД, а также отряды СОБР и ОМОН. Сотрудники вновь образованной службы обеспечены всем необходимым для того, чтобы выполнить поставленные задачи. Участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в обеспечении правового режима континтеррористических операций, в зашлении федерального государственного контроля надзора за оборотом гражданской службы наградного оружия, за частную охрану деятельности, а также за обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и другие. В составе Чувашского отдела национальной гвардии уже проходит службу более 900 человек. Но комплектовать службу полностью еще предстоит. Некомплект на сегодняшний день 62 человека. Кандидаты подобраны. Данная работа продолжается. Прием движимого и недвижимого имущества на сегодняшний день завершен. Проблемных вопросов не имеется. От МВД республики принято 50 единиц автомобильной бронетанковой техники, свыше 1000 единиц стрелкового оружия, средств ближнего боя и вооружения. Первые итоги работы. Отряды ОМОН и СОБР провели более 500 спецопераций. Наряды вневедомственной охраны выявили порядка 200 преступлений. Прежде всего на территории Чувашской республики преступления, правонарушения выявляются. Своевременно проводятся следственные процессуальные действия. Но и по закону суд вносит решение. И все правонарушители, и все преступники привлекаются к ответственности. Вот это самый главный тоже результат. И по раскрываемости показатели улучшились. А число преступлений, совершенных на улице, уменьшилось почти на 26%. Это очень хороший, значимый результат. Между тем, у Национальной гвардии страны появился уже свой профессиональный праздник. Указом президента России он будет отмечаться 27 марта. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Пятый год подряд. Каждый вторник и субботу за рынком Шупашкар проводятся обеды милосердия для нуждающихся людей. Каждый раз за столом собираются не менее ста человек. Для многих это больше, чем пища. Здесь каждый находит понимание, сочувствие и, главное, поддержку. Не хлебом единым жив человек. Корни этого выражения уходят к нашему первоисточнику Библии. И по-прежнему, кроме пищи материальной, человеку нужна и пища духовная. Наставление на путь истины и молитва от местного батюшки – то, с чего начинается каждая такая трапеза. Якожи, мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукаугу. Бездомные, малоимущие люди, одинокие старики выстраиваются в очередь за горячим обедом. Здесь никто не услышит слова «нет». Еды хватит для всех. Благодаря пожертвованиям прихожан меню здесь не хуже, чем в любой бюджетной столовой. Горячий суп, второе – компот с булочкой. Во всем этом мы просто проявляем нашу любовь, про которую говорил Господь Иисус Христос в Евангелии. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Если человек говорит, что любит ближних своих, но при этом они остаются голодными, и он, имея возможность, не помогает им, то он говорит просто пустые слова. Отец Петр на своем личном автомобиле возит бачки с едой, которую волонтеры готовят в трапезной, в храме новомучеников и исповедников российских. За пять лет пункт раздачи еды превратился в социальную площадку. Только с Божьей помощью можно выйти из тех страстей, из тех зависимостей. Есть люди, которые меняют свою жизнь, прекращают пить. И тут много примеров это можно привести. Немножко происходит социализация в плане того, человек изменяется к лучшему. Многие из пришедших прячут лица, отводят взгляд, категорически возражают участвовать в съемках, что вполне объяснимо. Но есть и те, кто охотно делится своими историями. Я был бизнесмен раньше, самый такой. Крутой, деловой. А теперь так получилось, что попал, ну как, из-за алкоголя, наверное. У меня трехкомнатная квартира. Просто люблю свободу. Да, мы все живем на улице. У меня сгорела квартира. Приходится выживать. Батюшка приходит всегда, вот к нему можно подойти, попросить помощи. Ну, как говорится, не морально вот так вот богословить там. А он еще на истинный путь поставит. Инициатором благотворительного проекта стала врач и волонтер Елена Елистратова. Доброе дело поддержала Чебоксарская епархия. Нашли десятки других таких же неравнодушных. Помимо раздачи еды, они собирают денежные средства, одежду. Ведут прием в фельдшерском автобусе, который не так давно пожертвовали нуждающимся. Поддержать волонтеров может каждый. Здесь будут рады любой помощи. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика. Педагог, композитор, заслуженный работник культуры Чувашской Республики и директор Чебоксарской музыкальной школы имени Максимова Станислав Григорьев отметил юбилей. О творческом пути и любви к профессии в нашем сюжете. Детская музыкальная школа имени Максимова. По коридору спешит ее директор Станислав Вячеславович Григорьев. Вот уже больше десяти лет он руководит старейшей в Чувашской Республике музыкальной школой. Шесть отделений, сотни учеников и десятки выдающихся выпускников разных лет. Именами некоторых названы Чебоксарские улицы и учебные заведения. История школы как партитура музыкального произведения. Виктор Ходяшев, Геннадий Воробьев – это наши ученики. Вот они, здесь наши ученики. Филипп Инаш Лукин тоже наш ученик. Григорий Хербю тоже наш ученик. То есть здесь в этой школе выросли очень много талантливых чувашских музыкантов, профессиональных и композиторов. С 20-го года школа. Поэтому для меня вообще было почетно. Пришел быть директором этой школы. Здесь надо было и поднять материальную базу. Здесь надо было и сохранить творческий потенциал, который у нас есть, был в школе. Так что здесь мне интересно работать. Любовь к музыке пришла в раннем детстве. Маленький Стас увидел, как сосед играет на гармошке. Он вспоминает, за инструментом отправились в соседнюю деревню. Небольшая, зеленого цвета гармонь – мечта того времени. И вот я нес эту гармошку до дома, там хотя бы сколько, километра, наверное, 3-4. Нес эту гармошку, пришел домой, сразу сел, начал подбирать. Когда уже люди увидели, и в классе увидели как-то, значит, когда я играю на гармошке, они мне, вот, Станислав, ты будешь у нас играть на концертах там, аккомпанировать. Вот и с этого началось. Сегодня Станислав Вячеславович руководит не только школой, но и музыкальным коллективом. Детский оркестр «Надежда» хорошо известен зрителям. Ему уже более 20 лет. Оркестр у меня как бы не такой, не народный состав. А состав оркестра у меня как бы немножко связан с эстрадой. И аранжировки, и пьесы для оркестра пиши я сам. Потому что дети любят интересную музыку, а для них надо очень интересно писать. Мастерски писать музыку и виртуозно ее исполнять. Кажется, будто у Станислава Вячеславовича все получается легко. Он может сладить с любым инструментом. Вести школу правильным курсом – это у Станислава Вячеславовича получается так же легко, как и играть на музыкальном инструменте. Впереди море планов и творческих идей, которые он обязательно реализует вместе со своими учениками. Татьяна Леонтьева, Мальвина Петрова, Андрей Шоклев. Республика. И еще об одном юбилее. Его в кругу родных, друзей, коллег, единомышленников отметила именитая чувашская художница Евгения Вдовичева. В Чувашском художественном музее открылась выставка «Отражение души». Она в очередной раз подтвердила уникальность и неповторимость таланта, который не только не уходит с годами, но и проявляется по-новому. Скромная, бесхитростная, миролюбивая. Такой художница вошла в мир живописи и такой же осталась спустя полвека. От ее восхищенного родными просторами взгляда не смогла ускользнуть ни одна деталь. Вот знакомая с детства церквушка, крыши заснеженных домов, осенний сбор урожая. А вот ромашки, притаившиеся в колосьях пшеницы – самая любимая картина автора. Я не думаю, что придут столько много людей, которые интересуются моей живописием. Как это моменты какие-то бывают, что думаешь, никому это не нужно. А на самом деле, оказывается, кому-то и нужно. Вот пришли люди и захвалили меня совсем излишне. Спасибо вам большое за все. Неизменная тема художницы – пейзажи родной Чувашии. Еще во время учебы в Чебоксарском художественном училище в 60-е годы ее первые работы про Таллины и Березовую рощу приобрела Чувашская государственная галерея. А Евгения Аркадьевна, она еще на первом, на втором курсах уже выделялась как даровитый живописец. Вот ее учебные работы, натюрморты и так далее всегда вызывали интерес, всегда получали очень высокие оценки. Мы где-то ей немножко даже завидовали. И последняя ее работа говорит о том, что ее рука еще крепкая, цветовидение прекрасное, она чувствует очень хорошо колорит. И дай бог, много лет ей еще жизни. Простые и правдивые пейзажи, натюрморты, портреты близких людей. В экспозицию вошли более 50 произведений, написанные в разные годы. Евгения Вдовичева много ездила по районам республики. Сначала одна, потом в составе бригады «Сельские зори». В каждой картине Евгения Аркадьевны видна она сама. То радостная, то умиротворенная, то погруженная в печаль. Насчет выставки у меня, конечно, отношение особенное. Вот я всегда считала, что это лучший художник. Ну, Чубаши, не Чубаши, это не имеет значения никакого. Но она очень четкий, конкретный, творческий человек. Причем никакой не амбициозный. Вот она любит это все, но без души она бы не могла себя выразить так, как она бы умела это выразить в своем творчестве. Даже одного взгляда достаточно, чтобы увидеть в каждой картине мастера то, о чем так много говорят и кропотливо ищут – отражение души. Немногим удается поймать эту тонкую связь и выразить ее на холсте. Татьяна Филатова, Дина Кустова, Олег Якимов, Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы Республика. Наши новости программы вы можете смотреть на сайте ntrk21.ru. А я Ольга Панова с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения Чубаши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова